всем привет и я рада видеть вас на канале удивительный мир гортензий меня зовут оксана и я проживаю в восточном крыму в 24 километрах от города керчь у меня сейчас идут во всю осенние работы ребята потише потише я кому сказала эти поняли продолжаю всем привет я рада видеть вас на канале удивительный мир гортензий меня зовут оксана я проживаю в восточном крыму у нас сегодня такая погода просто красота лето последние денечки нас осень просто баллы и это так прекрасно что мы можем потянуть все свои хвостики я хочу сегодня заняться исправлением своих ошибок когда я вот этот свой цветничок планировала разбивала у меня не было вообще опыта ну никакого поэтому я пихала эти растения как только могла и я хочу показать вам сейчас как не надо делать чтобы в будущем когда вы будете планировать свой цветник не делали вот таких вот я считаю на мой взгляд серьезных ошибок и сейчас я по порядку вас с ними познакомлю и заодно буду исправлять всю ситуацию хотелось бы сразу все это удачно высадить я конечно не ландшафтный дизайнер вообще далеко от этой профессии я ветеринар поэтому как сама могу так и высаживаю вот как мне вот понравилось так и но всегда перед тем как мы будем высаживать все кустарники или цветы какие-то какие-то декоративные растения всегда надо читать их описание иначе вот такая вот будет вот беда как со мной а это лишнее время это все так заморочливо не каждые цветы и кустарники хорошо переносят пересадку и жалко уже знать это уже с места на место вроде бы она уже там и прижилась опять его оттуда надо убирать поэтому у меня сейчас предстоит такая работа убирать очень много не надо и гортензии убирать и елочки и бересклеты и в общем работы очень много но приступим перед началом своей основной работы мне пришлось привести в порядок уже свой хорошо подросший газон так как я планировала по нему ездить с тачками выкапывать кустарники я бы его хорошо так знаете затоптала и это нежелательно уже для дальнейшего кошения газона итак ошибка номер один давно растут у меня два кизила жалко их было убирать они стояли на месте я как стала ухаживать за этим цветником хороший полив они пошли в рост и на на заднем плане маленькая елочка три года она на этом месте стоит ни сантиметра при росте нет надо срочно ее убирать однозначно эту я ее еще сбоку тоже забивает дальше полярный медведь вроде бы хорошо это гортензия здесь на заднем плане она из высокорослых но туя и дёрен ее здесь сжимают с двух сторон дёрен дёрен пошел в рост я его убирать не хочу это как изюминка в моем саду он своей варе и гадностью просто вот знаете добавляет каких-то таких красивых белых светлых тонов и вот если посмотреть с другой стороны дерна можжевельник они были посажены где-то полметра друг от друга и они разрослись и полностью столкнулись друг с другом но дёрен убирать не буду буду его вести в две-три ноги в виде штамба 2 дёрен тоже это я его уже немного подрезала он своими лапами очень сильно лег на мою самарскую лидию самарская лидия здесь как бы хорошо расположена второй такой бы ярус но дёрен ее полностью видите пригнул поэтому я тоже дёрен буду формировать полностью его чистить дальше магнолия убирать ее тоже не буду она очень недорога в прошлом году мне одну пришлось пересадить и она пропала сзади неё молодой куст диамантина вот одну шапку не в этом году выдал и они получаются как-то параллельно друг другу на магнолии вот видны уже хорошо цветочные почки у меня даже мысли такой же не закрадывается ее убирать а метельчатая гортензия прекрасно перенесет пересадку я в этом уверена и так пройдем дальше декоративный кустарник керрия весенний кустарник прекрасно меня радовал весной но целое лето это несуразный вытянутый куст убираю бигела посадила два кустика на передний план грубейшая ошибка мой сорт разея достигает два два с половиной метра плети эти выросли начали падать мне на газон затрудняли мне кошение газона я его уже подобрала как бы и букет но все равно все эти побеги падали он как-то разваливался я уже нашла место тоже убираю и обратите внимание как красиво выглядит ноябре мой bonfire краски оттенки у него просто шикарные когда мы выходим со двора на огород у меня справа и слева имеются две небольшие такие площадочки где-то 2 на 2 и вот здесь я решила посадить справа и слева вот эти кусты вигелы раньше здесь росли кусты малины еще наверное 50-х годов еще те сорта она была такая очень мелкая мелкая но ароматная ароматная но ягоды практически не было здесь была просто такая знаете загущенность какая-то малиновая поэтому пришлось все убрать здесь у меня инжир он очень поздно распускается а вигела у нас ранее цветущая поэтому я надеюсь есть солнышко хватит и следующая сторона здесь тоже все надо убирать чистить оккультуре вать старый виноград тут три куста он плохой на него вечно болячки какие-то нападают я от него уже устала буду тоже избавляться бассейн надо убрать накупались летний сезон у нас уже закончился все вот эти доски что набросала я тоже надо убирать в планах какую-то сюда садовую плитку положить виде дорожки чтоб не ходить по грязи ну как-то надо здесь делать красоту а мне многие еще говорят оксан пожалей себя зачем тебе этот огород посади газон посей повешай гамак вот я и думаю наверное надо так и сделать как повешаю я гамак такой знаете вот как моя грядка метр на шесть сразу три человека влезет красотища представляете газон этот гамак фонтанчик какой-то сооружу в общем приглашаю на следующий сезон всех в гости красотища бассейн ну бассейн у меня есть в этом году отлично все купались просто супер и представляете у нас там пасутся козы коровы и мы такие лежим балдеем это коза принеси мне коктейль корова а я хочу двойной мартини со льдом но жизнь просто удалась смотрите какая территория это же я как засажу все газоном это же какая будет красоте я шо мне стоит господи это шо два пальца понимаете а я еще смотрю туда дальше у нас там степи бескрайние степи конца и края им нет вот я и думаю о чем мне питомник то не разбить для гортензии знаете так на миллион саженцев легко тут же смотрите гулять не перегулять тут есть где разбежаться то а приступим к работе вот я выкопала вигеллу и стою ее примеряю как же она у меня будет смотреть вот она падает туда-сюда и не таки и не таки ну в общем мороки благо дело что у нее корневая система оказалась такая как и у гортензии она у нее поверхностная и выкопать у меня не было знаете сильного труда я ее выкопала даже честно сказать очень быстро ямку конечно пришлось выкапывать подольше ну и фрося тут как тут понимаете она подумала что я бассейн для нее соорудила говорит мелковато я говорю подруга это тебе не бассейн бассейн знаешь где в общем залила я эту яму водой все и пытаюсь ее посадить ну вот она уже и посажена опять она вот стоит такая вся раскоряка мне конечно этот вариант не нравится обрезать ее нельзя так как я ознакомлюсь со своими растениями уже через два года вы понимаете поэтому она цветет у нас только на побегах прошлого года значит ждем весны как только она у меня отцветет я делаю ей кардинальную обрезку формирую ее красивым компактным шариком ну а сейчас пока будет так ну что уже сделано то сделано но здесь и будет я надеюсь прекрасно конечно можно было бы ее еще немного хотя бы укоротить но опять же я не увижу вот этого шикарного и и цветения у нее же ветки все все облеплены этими колокольчиками а весной вот она красотка керри они первые цветут и нам весной же так не хватает вот этой вот прелести вот этих вот красок всех поэтому не буду я ее трогать разве что возьму уберу такое вы знаете какое-то все сухое внутри ствола мелкая может такие как волосинки вот такие вот ненужные какие-то там побеги тоненькие которые может сильно ложатся на землю вот всякие сухарики ненужные вот это я почищу а так вот все стволы вот смотришь хорошие толстые такие вот они будут все 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 в этих колокольчиках ну вот такой я еще поставила заборчик полюбила я их такое знаете украшение все-таки лучше чем вот это да это я сама делала золотые ручки у меня вот такая была прекрасная клумба для петрушки в общем пыталась из чего-то слепить конфетку вот такое вот получилось у меня украшение украшение сада вот не повторяйте за мной она только в одном единственном экземпляре она должна быть только у меня поэтому вот так вот такая вот получилась красотка у меня друзья в этом видео пришлось наложить голос так как из-за братьев наших меньших из-за пернатых у меня не получается заснять хорошо видео они своим криком меня сбивают я забываю что я хочу рассказать по двору пройти невозможно кругом это все ляпает и на голову и все эти цветы в этой пюрешки ну вот просто какой-то кошмар вот в этом году прям какое-то перенаселение ладно я не хочу занимать ваше время сейчас я дальше буду продолжать пересаживать свои гортензии уже на постоянное место исправлять все свои косяки вы не повторяйте моих ошибок перед посадкой своего любимого растения обязательно читайте описание чтобы вот так вот не заморачивались потом как я а я продолжаю застилать свой участок агро тканью высаживать свои любимые гортензии на этом я буду с вами прощаться спасибо огромное за просмотр и до новых встреч пока пока